Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Жизнь на показ, делая посты о каждом своем шаге, это новая форма деградации? — Думаю, да, такое пристрастие к самолюбованию, к постоянному отражению себя как модели для любования другими, подходящего, конечно же, отражает душу какую-то нескромную. Я думаю, что священнику хорошо трудиться и сеять разумное, доброе и вечное, и пользуясь техническими средствами, интернетом, но все-таки, как правило, это дело, которое совершается в исполнении слов Господних. Приходите во всяязыцы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, это по интернету сделать нельзя, а вот уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, это можно. Так что священники не пренебрегают возможностями проповеди, общения, наставления, утешения в интернете, имея в виду духовную пользу, которую могут принести. А вот человек, который о себе самом заключил нечто высокое и в связи с этим думает тиражировать свою персону на максимальное количество подписчиков и зрителей, участников его безрассудной жизни, конечно же признак какого-то полуразвала. Удивляешься тому, что у этих блогеров есть своя не просто аудитория, а миллионные участники этих зрелищ, не представляющих из себя ровно ничего интересного, существенного или полезного. Демонстрация своей ущербности, беспомощности, духовной неразборчивости, дурного вкуса чаще всего встретит вас на этих сверхпопулярных блогах, которые оказываются замечательно монетизированными, поскольку к ним привлечено внимание без преувеличения сказать миллионов людей, а то, что там отражается и то, что действует на потребу такого рода публики, не просвещенный, конечно, высоким искусством или добрым примером, правилом веры и образом кротости, не назовешь. Так что не само стремление популярным сделать свое слово и дойти до многих сердец является порочным, о похвалении пустотой, похвалении и демонстрации своей собственной бездуховной жизни, своих низких интересов и пристрастий, которые декларируются как норматив и растекаются по планете через эти интернет-сети как норма для того, чтобы этому следовали другие. Конечно, я думаю, не только в праве, но и в долгом власть придержащих является ограничение тиражирования о себе, недоброго и неумного, неполезного, чего сейчас так много в интернете. Когда появились автомобили, как заметили Ильф и Петров в начале своего блистательного романа «Золотой теленок», не заметили пешеходы, миролюбивые, тихие, кроткие, добрые, которые, кстати сказать, сами изобрели машины, что автомобилисты их стали просто давить, и из милого средства передвижения эта машина превратилась в братоубийственный снаряд до тех пор, пока не появились строгие правила дорожного движения. Они-то как раз и были призваны регламентировать передвижение и пешеходов, и автомобилей, чтобы не было ДТП. А интернет тоже обрушился довольно стремительно на человечество. И то, что он пока без всяких правил, ну или по правилам, которые устанавливают для себя сами хозяева этих сетей, они, как правило, нравственными устоями, порядками не отличаются, тем более религиозными подходами и строгостью в отношении того, что полезно и что не полезно для людей. Конечно, совершенно необходимо брать в руки власть придержащим эти интернет-возможности и не допускать преумножения греха, страстей там, где есть еще не укрепленные сердца, где есть внимание детей и еще не сориентировавшейся молодежи, да и взрослые сказать, что уж так укреплены против всякого греха и соблазна, и утверждены в добродетели, мы никак не можем. Следовательно, в мире интернета должны быть введены очень строгие правила, гораздо строже, чем правила дорожного движения, куда идем, куда заходим, куда не заходим никогда, куда и какие штрафы, и какие строгие наказания призваны дисциплинировать участников этого интернета движения и со стороны авторов, и со стороны потребителей его, и это будут совершенно необходимые действия для предупреждения тех многих душевных катастроф, повреждения, которые привносятся в души через эту мировую сеть, через эти блоги и всякие способы передачи информации на огромные расстояния, огромному количеству лиц. Чем больше лиц охватываются какой-либо информацией, тем более она должна быть проверена, полезна и соответствовать правилу. Еще Эммануилом Кантом, замеченному надлежит только то делать, что может быть общим законом и правилом для всех. И всегда таким образом не делать ничего вредного, ничего не полезного. Следовательно, раз интернет предполагает возможность всеобщей коммуникации, то то, что в него входит, а уже к людям исходит, наипременно должно проходить прежде фильтрацию, экспертизу, аналитическую проверку на вшивость, на полезность для душ окружающих. Это же касается и искусства, допускаемого в обществе, это касается и телевидения, но в самой большой степени, я думаю, как раз вот этого пространства интернета, которым сейчас формируется, можно сказать, и молодежное сознание, и народное настроение. Так что та бесхозность, то хаотическое, броуновское, а управляемое очень часто только совсем недобранамеренными дядями и тетями, и движение призвано быть все-таки дисциплинировано, организовано и ограничено в сообразовании с той пользой, которую должно принести, а и во избежание того вреда, который для нас очевиден из всех этих бессмысленных и беспорядочных блогов, поныне доступных для всех. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok